Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 13 августа. Выбирайте свою карту дня. Какую карту вы хотите для себя выбрать? Первую, вторую или третью? Я выбираю для себя карту номер один. Карта правосудия здесь. Правосудие здесь может быть подписка документов, заключение контрактов, договоренность, оценить нужно будет какую-то ситуацию, ознакомиться с каким-то документом здесь, взять какой-то легальный совет, может быть проконсультироваться у специалиста, у юриста, потому что вот здесь вот может быть что-то связано с юридическими какими-то вопросами. Для кого-то это может быть оформление каких-то документов, для кого-то это может быть решение суда, повестка в суд. Если у вас намечаются накануне какие-то судебные разбирательства, конечно, но суд может касаться вас лично, либо может быть вы судитесь, либо может быть вы пойдете физически в суд в качестве, не знаю, свидетеля или поддержки, допустим, как вариант. Либо здесь может быть нужно будет решить какой-то легальный вопрос, подписать какой-то договор, заключить какую-то сделку. Вот здесь вот нужно именно тщательно ознакомиться с чем-то, здесь не нужно торопиться, здесь нужно все взвесить, сбалансировать, здесь нужно все осмыслить, освоить, включить логику, здесь не нужно действовать на эмоциях. Здесь немножко нужно как бы все тщательно просмотреть, оценить, прежде чем, может быть, принимать решение или подписывать что-то. Если вы не будете знать или не будете понимать каких-то нюансов в каком-то документе, здесь лучше все-таки задать вопрос, переспросить или уточнить что-то, а не пытаться как бы на бум действовать. Вот имейте в виду. Карта номер два. Карта Дьявол. Здесь прям подаваться искушению, соблазному, здесь может быть страсть, интим, вечеринки. Здесь могут быть ночные клубы, алкоголь. Вот здесь вот какая-то привязанность может быть еще. Это может быть привязанность к вашему партнеру. Здесь отношения страстные, но в то же время могут быть и токсичными, потому что здесь может быть, с одной стороны, как бы ваш партнер может быть очень таким романтиком, а с другой стороны, когда он как бы может проявлять себя со стороны тирана, потому что здесь может проверять телефоны, постоянно напрягать, скандалить, выяснять отношения, или там, не знаю, контролировать как-то. Тоже может быть, как вариант. Или, может быть, вы знакомитесь с каким-то, с какой-то авторитетной личностью здесь, и у вас начинается такой страстный бурный роман с таким человеком. Вот как вариант. Третья карта. Королева, королева мечей. Здесь прям такой холодный ум, расчетливость нужна будет, потому что здесь вот нужно прям отстранить все эмоции, не быть эмоциональными. Здесь прям быть жесткими, твердыми в каком-то решении, что-то оценить, обдумать, выстроить какую-то стратегию, проанализировать что-то, построить какой-то план, обсудить, может быть, это какие-то переговоры, выяснение чего-то, прояснение какой-то ситуации, сказать прям как отрезать, быть такими решительными, уверенными в себе, прям проявлять вот эти лидерские качества. Вот здесь вот человек прям, знаете, очень мыслит все тщательно, прям до мелочей вы можете все тщательно обдумать. Или может быть еще вариант, когда такая дамочка будет принимать участие в вашей жизни в этот день. Она может являться по гороскопу. Один из знаков воздушной стихии – это близнецы, весы, либо водолей. И вот здесь вот она может как бы либо вас направлять, либо какое-то последнее слово остается за ней, либо она вам что-то будет говорить. Вот здесь вот очень такая четкая дама, специалист какой-то может быть, может быть это опять-таки юрист, это может быть и врач, это может быть и журналист, это может быть и руководитель, допустим, с кем вы общаетесь, или с кем нужно договориться. Или может быть это вы, опять-таки, когда вы себя должны будете вести как эта королева мечей, может быть вы должны будете подписать какой-то документ, подписать там, не знаю, что-то, договор какой-то, или там ознакомиться с чем-то, как вариант тоже может быть. И вот здесь вот прям нужно будет до мелочей что-то оценить, обдумать, ознакомиться. Вот такой она с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Им желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.